Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Перезагрузка 63. Политическая и бизнес-элита губерния разрабатывает план развития региона. ЖКХ для людей. Губернатор наводит порядок в коммунальной сфере. Алексей Навальный в Самаре. Визит начался с большого скандала. Самарцы не платят налоги. Основные долги – имущественные и транспортные. Будущие акулы-пера юным журналистам городского пресс-центра вручили удостоверение корреспондентов. Взгляд в будущее. В Самаре обсуждают стратегию развития региона до 2030 года. Действующая стратегия до 2020 года была принята 11 лет назад и в полной мере не отвечает изменившиеся реалиям в мировой и российской экономике. Как будет развиваться область в ближайшие 13 лет, узнал наш корреспондент. Стратегия развития региона определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления в регионе на долгосрочную перспективу до 2030 года. По инициативе губернатора ее проект прошел широкое общественное обсуждение. Документ был размещен в общем доступе на сайте областного Минэкономразвития. Пользователи оставили более 40 замечаний. Все они были учтены при доработке документа. Проект стратегии рассмотрели на расширенном заседании регионально-общественной палаты Самарской области, где он получил положительные оценки. После всех поправок и замечаний стратегию одобрили в федеральных органах власти. Это будет живой документ, который учитывает результаты всех итераций стратегического планирования на разных уровнях управления. Уверен, что четкое видение долгосрочного развития области и реализоваться необходимого комплекса мира на базе надежного сотрудничества с населением и бизнес-сообществом позволит создать конкурентоспособную экономику области и значительно улучшить качество жизни наших граждан. Стратегия основана не только на развитии трех главных производственных кластеров Самарской области – аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и на развитии малого и среднего бизнеса. Кроме того, регион должен войти в топ-5 промышленно развитых регионов страны и в топ-15 по уровню сельхозпроизводства. Одна из главных задач – формирование экспертно-ориентированной экономики. На Совете говорят о том, что необходимо уделить серьезное внимание и реализации политики импортозамещения. Перинатальный центр мы построили. Это лучший перинатальный центр в стране у нас сейчас. Лучше его нет. Он на уровне Европы и все. Но ведь там нет ни одного нашего инструмента. Ни одного, даже каталога нет. Понимаете, вот завтра что-то санкция раз, и он будет парализован сразу. Нам надо срочно все это разворачиваться. И в этой стратегии об этом надо говорить. Не просто так намеку, а очень серьезно. Николай Меркушкин говорит о необходимости ставить в стратегии среднесрочные цели и шаг за шагом их реализовывать. Чем не больше конкретных проектов, тем лучше. Но, видимо, эту задачу вы сами потом в конце сказали, что мы не знаем, что будет через 3-5 лет. И, конечно, все расписать конкретными проектами – это сейчас невозможно. Мы создать должны условия, все соответствующие, которые позволили бы генерировать нашим же, и не только нашим, может, и соседям нашим, и иностранных инвесторов, генерировать и проекты, инициировать и так далее, и так далее. Замечания учтены. Члены совета принимают решение рекомендовать проект стратегии к принятию. Валерия Макарова, Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Курс на увеличение добычи черного золота. Губернатор провел рабочую встречу с руководством малой нефтегазовой компании «Регион нефть». Обсудили планы по развитию итоги работы прошлого года. Глава компании Алексей Тедаков доложил об объемах добычи нефти на месторождениях Самарской области. Она с 2013 года выросла почти в три раза. До 5,5 миллионов рублей увеличилась и прибыль «Регион нефти». А вместе с ней и отчисления в областную казну. 49 миллионов рублей в 2016 году. Однако из важнейших направлений работы – геологическая разведка. Она позволяет нарастить ресурсную базу и обеспечить стабильную работу. Однако здесь возникают проблемы, когда собственники таких земель завышают цены на свои владения. Николай Меркушкин отметил, что областное правительство готово помочь компании в этом вопросе. Тем более, что механизмы решения уже существуют. Будем принимать меры для того, чтобы вопросы те решались. Понятно, что должна быть нормальная рыночная цена. Нам надо, понятно, не биографировать, но нам надо развивать налогооблагаемую базу. Вы даете более 500 миллионов рублей налогов в год, область. Понятно, что это для нас очень важно, и тем более так, как вы развиваетесь. Кадры решают все, будущее зависит от молодых. Два постулата стали темой заседания Регионального союза машиностроителей России. Сегодня важно развивать тягу молодежи к научно-исследовательской и инженерной деятельности, отметили участники заседания. Проводить Олимпиады среди школьников, стимулировать юные таланты на научные открытия. Именно конкурентные преимущества системы образования, привлечения в нее одаренных детей, борьба за таланты и умы определяют, каким будет будущее области страны. Важнейший вопрос – укрепление связи вузов и производств. Предприятия должны быть заинтересованы в подготовке нужных именно им кадров, а вузы – по внедрению собственных разработок и технологий в производство. Кроме того, на базе университетов можно создавать идеи бизнеса и реализовывать их. Мы вот когда-то 10-15 лет назад строили бизнес-инкубаторы и считали, что они должны там выращивать в итоге бизнес и так далее. А сегодня становятся вузы или должны становиться, например, Самарский с ГАУ. Он таким уже первые шаги, серьезные шаги в этом направлении делает. Он создает бизнесы на базе вуза, он имеет сегодня заказы и он реализует свой продукт. В том числе продукт, который летает в космосе, то есть малые космические аппараты и не только это. И это вот тоже один из трендов, исключительно важных для будущего и области, и для страны. Три месяца, чтобы навести порядок в сфере ЖКХ, дал губернатор главам городов, районов и руководителю профильного ведомства. Неразберыха со счетами за оплату общедомовых нужд стала одной из главных тем расширенного совещания областного правительства. Система ЖКХ должна работать для людей. Такую задачу поставил губернатор Николай Меркушкин перед руководителями муниципалитетов региона. Все больше вопросов у областных властей в последнее время вызывает принцип взаимоотношений между управляющими компаниями и населением. По словам главы региона, в этом году были случаи, когда жителям приносили квитанции с завышенными тарифами. Чаще всего это связано с повышением платы за общедомовые нужды. Людям начисляют суммы из расчета по нормативам в домах, где установлены приборы учета. Хотя обязаны указывать именно показатели счетчиков. Глава региона особо подчеркнул, это грубое нарушение и такая ситуация недопустима. Уже с десяток, если не сотню раз я говорил, бросить надо подходы, когда человек это никто. Человек для нас главный. И какая его реакция будет в итоге? Вот два, ну может быть три месяца сроку, и здесь должен быть полный порядок. Не будет, будут освобождаться люди. Потому что я тогда буду считать, что вы вместе с ними. Заодно. Глава региона поручил в ближайшее время тщательно проверить все управляющие компании. Я прошу нашему контрольному управлению сегодня сделать поручение губернатора контрольного управления. Пусть массово проверить, особенно там, где появились эти вещи. Кто управляющий компанией, кто за ними стоит. Полностью все проверить. Значит, это и в течение двух недель доложить им. Речь шла и о прозрачности работы управляющих организаций. Все компании должны входить в единый информационно-расчетный центр, через который и будут проходить все платежи. Также помочь навести порядок могут и общественные советы микрорайонов. Управляющая компания должна быть по подотчетной общественному совету. И общественные советы, если он будет поступать не так, они могут в течение одной недели принести эти 15% подписей, организовать и его долой. Губернатор поручил за три месяца навести порядок в этом вопросе. Если же он не будет решен, то от своих должностей будут освобождаться ответственные за это направление руководители. Лариса Шлафаст, События. Чтобы получить компенсацию за оплату коммунальных услуг вовремя, не нужно копить долги, предупреждают специалисты соцзащиты. С начала года в регионе действует новая система социальной поддержки. Чтобы получить компенсацию, льготники сначала должны заплатить за коммуналку. Лариса Шлафаст расскажет подробнее. В сфере социального обслуживания Наталья Королева проработала много лет. И хоть сейчас на заслуженном отдыхе, всегда в курсе всех изменений. Помимо компенсации за оплату коммунальных услуг, теперь Наталья Александровна получает и компенсацию за оплату взносов на капитальный ремонт. Был 415, но сейчас он будет возвращаться где-то 160-170 рублей. Если с компенсацией за капитальный ремонт льготники разобрались самостоятельно, то компенсацию за коммунальные услуги рассчитать без помощи специалиста не получается. Раньше льготные категории каждый месяц получали выплату на оплату коммунальных услуг. Теперь система изменилась. Деньги будут начислять только после того, как квитанции будут оплачены. Выплаты начались, но в начале года многие получили небольшие суммы – до 500 рублей. В Министерстве социально-демографической политики поясняют, сейчас система работает в тестовом режиме и в программе возможны сбои. По сути, вот те услуги жилищно-коммунальные, которые люди получили в январе, они их оплачивали в феврале. Мы сейчас получили об этом сведения и в марте мы надеемся, что будет уже достаточно объективный расчет, более точный и соответствующий тем оплатам, которые люди произвели в феврале за январь. В Министерстве социально-демографической политики региона напоминают, схема, при которой люди платили за коммунальные услуги раз в два, а то и в три месяца, приведет к задержке и компенсации. Поэтому, чтобы получить выплату вовремя, услуги ЖКХ должны быть оплачены точно в срок, то есть до 10-го числа следующего месяца. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. В этом году в системе соцзащиты населения появляются негосударственные, некоммерческие организации. Прибыль таких компаний будет использоваться только для реализации социально значимых проектов. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики региона на итоговой коллегии ведомства. Марина Антимонова подчеркнула, что таким образом будет реализована одна из основных задач, которую ставили в своих посланиях глава государства и губернатор Самарской области. По итогам 2016 года министерству в полном объеме удалось сохранить финансирование и выполнить все социальные обязательства перед населением. На эти цели было выделено порядка 30 миллиардов рублей из региональной казны. Также подводя итоги прошедшего года, на коллегии наградили лучших работников соцзащиты и особой премией за повышение престижа семейного образа жизни отметили семью Зубаревых, которые стали победителями в номинации «Многодетная семья». Любить надо детей своих, и они чувствуют это, и отношение другое. Они чувствуют, когда их любят. Естественно, слушаются. На сегодняшний день внимание обратили на многодетные семьи, это хорошо, это приятно, что задумались о будущем страны, это хорошо. Ну, страны нашего города, я думаю, однозначно. Мы решили, что служба, которая подводит итоги своей работы, и для которой основная задача – это укрепление семейных ценностей, пропаганда многодетности, это для нас праздник. Около миллиона жителей региона имеют долги по имущественным налогам. Большинство из них самарцы в числе самых злостных неплательщиков – более полутора тысяч человек. Среди них есть те, чей долг составил свыше трех миллионов рублей. Большая часть задолженностей – транспортные налоги. Чтобы деньги своевременно поступали в бюджет, налоговые инспекторы и судебные приставы работают совместно. По итогам 2016 года с должников взыскали свыше миллиарда рублей. У тех, кто отказывается платить добровольно, отчисляют деньги из банковских карт, арестовывают имущество. В суд инспектора обращаются, если сумма долга свыше трех тысяч рублей. Если даже долг и не взыскан, и он находится в исполнительном производстве, не стоит должнику полагать, что он такой счастливый, свободный ходит, и у него никто ничего не взыскивает. Потому что и в отношении него может быть вынесен запрет, и когда этот должник в какой-то момент соберется выехать за пределы нашей Родины, чтобы хорошо отдохнуть, он столкнется в аэропорту с тем, что его просто-напросто на таможне не выпустят. Запрет на выезд границу накладывается, если сумма долга свыше 10 тысяч рублей. Поэтому прежде чем покупать, планировать отпуск, конечно, вы должны узнать о своих долгах на нашем сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств». Для удобства жителей налоговые инспекции работают по определенному графику. С 9 часов утра до 8 часов вечера по вторникам и четвергам, и с 10 утра до 3 часов дня каждую вторую-четвертую субботу месяца. Чтобы всегда быть в курсе, если долги по налогам, специалисты советуют завести на сайте ведомства личный кабинет налогоплательщика. Станцию метро Алабинская в Самаре могут полностью ввести в эксплуатацию в 2020 году. На какой стадии готовности сейчас она находится, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть в конце недели дешевеет. За один баррель марки Brent дают 55 долларов 30 центов. Валюта, наоборот, дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 90 копеек. Евро – 61 рубль 98 копеек. Золото стоит 2334 рубля, серебро – 34 рубля 42 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 58 рублей 88 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 55 копеек. Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков. Теперь их вкладчики в общей сложности получат почти 4 миллиарда рублей. Каждая четвертая плитка шоколада в России – подделка. Таковы результаты исследований Роскачества. Недобросовестные производители заменяют в молочном шоколаде настоящее какао-масло пальмовым. А станцию метро «Алабинская» в Самаре введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщили в Министерстве строительства региона. Сейчас готовность перегонного тоннеля составляет больше 60%. На этом все. Удачи в делах! Большая пресс-конференция Алексея Навального в Самаре началась с большого скандала. Большинство журналистов, прибывших навстречу, оказались в роли незваных гостей. Впрочем, благодаря настойчивости нашего корреспондента Инги Пеннер, репортаж все же состоялся. Эти интеллигентные люди привезли сегодня в Самару оплот русской демократии. Алексей Навальный прибыл в город, видимо, с какой-то жутко секретной миссией, потому как навстречу к нему не пускали посторонних. Среди них отчего-то оказались почти все телевизионные журналисты. Выясняется, чтобы попасть в круг избранных, нужно было пройти аккредитацию за две недели до пресс-конференции. Аргумент, что встреча с журналистами не может превращаться в закрытый клуб по интересам, поначалу на пиарщиков Навального не действует. И вот, когда Алексей Навальный выходит в зал, его соратники все же меняют стратегию. Нашу телекомпанию пускают, а вслед за нами и две другие. Диалог с журналистами идет чуть меньше часа. Вопросы, как к политику, традиционные, ответы отрепетированные. Алексей Навальный много говорит о ситуации в стране и рисует светлыми красками ее бескоррупционное будущее, которое без него Навального не наступит. Алексей обещает по сингапурскому примеру не щадить даже близких. Мы тут и к Ван Ю спросили, как вы побороли коррупцию. Он сказал, что я посадил трех своих друзей. Значит, нормальный президент так и должен поступать. Власть портит людей. Любой человек, который попадает на должность, он попадает в ситуацию огромного искушения. Вот у тебя лежат деньги и возможности. Прямо протяни руку и возьми. Почему пресс-конференция задумывалась под грифом «секретно» осталось неясным. Сенсаций не произошло. Ни на самой встрече, ни за стенами штаба, где под окнами собрались люди уже с традиционными для таких собраний лозунгами и перформансами. Инга Пеннер, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области у наркоторговца хотят отсудить деньги, которые он заработал с помощью незаконного бизнеса. Это более миллиона рублей. За продажу наркотиков и легализацию денег, полученных преступным путем, Тольяттинец получил приличный срок. При этом сообщники мужчины, с которыми он общался через интернет, так и не были установлены. Силовики выяснили только их ники. Аннет Хилстон, Ёжи и Максим. Иск против наркоторговца находится на рассмотрении в суде. Воспитанники Самарского регионального управления МЧС лучшие в России. Член юношеской сборной Даниил Ляхов стал победителем на первенстве страны. Задание подняться по штурмовой лестнице в окно второго этажа он выполнил за 7,53 секунды. В младшей возрастной группе отличилась Алина Варнавская. Достижения самарских спортсменов высоко оценило руководство областного управления МЧС. Жители Самары уже могут купить единые билеты в Крым. Сами перевозки железнодорожным, автомобильным и морским транспортом стартуют 30 апреля и продлятся до 30 сентября. Отправиться по единому билету можно в 7 крымских городов. Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Проезд детей до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету бесплатный с предоставлением отдельного места. В прошлом году было оформлено 35 тысяч единых билетов в Крым. По всей Самаре 18 марта будут праздновать годовщину присоединения Крыма. В этот день на площади Куйбышева состоится конкурс студенческих танцевальных коллективов. Они исполнят севастопольский вальс. На площади Кирова будет концерт, на площади Героев 21-й армии, акция «Крымская весна», «Весна надежды». Также праздник пройдет у Дворца спорта легкой атлетики на физкультурной, Дворца спорта ЦСК ВВС в скверах Родина, Высоцкого, Устиного, на площади Росовского. Гидромедцентр обещает теплое начало весны. В первой декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений. В субботу 4 марта облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от минус 1 до минус 6. Днем потеплеет от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. В воскресенье пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололезятся. Эфир детям в Самаре будут работать юные корреспонденты. Сегодня вручили их первое удостоверение. Церемонию посвящения провели накануне Всемирного дня детского телевидения. Его отмечают каждый год в первое воскресенье марта. В Самаре уже не первый год работает детско-юношеский пресс-центр. Именно его подопечные сегодня и получили звание юнкоров. Подробнее Олеся Корецкая. Первые профессиональные корочки. Удостоверение юных корреспондентов вручают сотрудникам детско-юношеского пресс-центра. Он работает в Самаре четвертый год. За это время сотни школьников приобщились к миру СМИ и больше всего желающих попасть на ТВ. На занятиях мы занимаемся сценической речью, основами актерского мастерства, работа с видеокамерой, какие-то технические моменты разбираем, которые нам будут необходимы в телевизионном производстве, например, в видеомонтаже. Они участвуют во всех городских событиях, снимают сюжеты, записывают комментарии и даже создают документальные фильмы. Детская журналистика в Самаре набирает популярность. Сейчас это направление очень активно развивается в нашем городе. Практически в каждой школе есть у нас какое-то детское СМИ, может быть, газета, может быть, телевидение, может быть, радио, эфир. Интервью, стендап, закадровка и синхрон – для этих ребят не пустые слова. С телевизионной кухней они знакомы. Телевидение – штука такая синтетическая. Честность нужна, нужна какая-то внутренняя такая чистота, нужно умение работать в команде. Потому что не будет взаимопонимания с монтажером, с оператором, хоть какое талантливое будет. В газете это возможно, телевидение – нет. Главное, чтобы юнкоры уже сейчас учились писать и рассказывать все простым языком для людей, без канцелярщины и из организмов. Городским корреспондентам вручили благодарности от департамента образования, пожелали успехов. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Футболист Александр Глеб возвращается в крылья советов. Какие еще изменения произошли в составе Самарского клуба, знает Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире Самарские новости спорта. Кто на новенького? Итоги зимнего трансферного окна для крыльев советов. Первому хоккейному матчу ровно 142 года. В Монреале 3 марта 1875 года состоялся первый официальный матч по хоккею на катке «Виктория». Каждая из команд состояла из девяти человек, играли деревянной шайбой, а защитную экипировку позаимствовали из бейсбола. Тогда впервые на льду поставили хоккейные ворота. За 142 года хоккей претерпел множество изменений, чтобы стать той игрой, которую многие знают. На современный вариант хоккея можно посмотреть в эти выходные в Ледовом дворце спорта ЦСК ОВС. Одноименный клуб проведет две заключительные встречи регулярного чемпионата ВХЛ. В гости в Самару приедет хоккейный клуб «Ростов». Начало игр в 17 часов. В зимнее трансферное окно состав крыльев советов существенно изменился. Среди новичков есть уже знакомые футболисты. Александр Глеб защищал цвета крыльев в 2012 году и провел 8 игр. Также состав команды пополнили Олига Джибеков, Срджан Мияилович, Георгий Зотов, Павел Кудряшов, Сандра Цвейба, Артем Громов и Александр Зуев. Не обошлось и без потерь. Команду покинули любимцы самарских болельщиков – Ибрагим Цалагов и Иоанн Моло. Оба будут выступать за питерский «Зенит». Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Всем удачи! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!